Всем привет! Сегодня речь пойдет о сочетании бежевого цвета и голубого. В прошлый раз, когда я раздавал информацию по бежевому цвету, я четко сказал, что объясню, как они друг с другом взаимодействуют, в чем у них идет, знаете, как определенная схожесть, а в чем идет определенная противоречия. И противоречие здесь, кстати, самое интересное будет как раз не у того человека, который использует, скажем так, этот цвет, сколько будет конфликт у того, кто взаимодействует с любителем такого сочетания. То есть голубой цвет сам по себе Я изображаю здесь, опять же, один цвет, одна схема, одна характеристика. Когда кто-то начнет там голубому цвету добавлять серого немного, добавлять белого, как-то его затемнять, все остальное, это уже немножко другая программа голубого цвета. То есть вы уже потихонечку привыкаете к тому, что у нас нет понятия голубой цвет в психологии это. И люди, знаете, как очень часто берут, выставляют громадное количество различных каких-то оттенков и начинают на это все навешивать одну и ту же самую характеристику. С психологией цвета так не работает. Поймите, характер у голубого цвета только один. Если я его забеляю, характер начинает меняться, потому что туда начинает вливаться программа белого цвета. И в данном случае, вот как приблизительно было с бежевым, когда я бежевый цвет описывал, я четко, прежде чем его описать, сослался на характер белого и коричневого. Если коричневый не любит перемен и изменений, то белый цвет, это как раз цвет перемен. На этом у них идет сильнейший конфликт. Из-за того, что белого много, но коричневый цвет все равно остается весомым, он, знаете, в какой-то мере меняется, но все равно остается при своем. Если вы помните программу голубого цвета, то голубой цвет это максимальная элитарность, это максимальная отстраненность, это максимальная способность использовать других для того, чтобы давали то, что тебе нужно. И в этом отношении голубой цвет довольно жесткий, холодный и расчетливый. Когда он к чему-то стремится, когда ему нужна от вас какая-то, скажем так, вещь, то он конкретно вас найдет, он вас вытянет из постели, он позвонит тогда, когда ему это нужно. Когда он от вас получит то, что ему нужно, в какой-то мере он будет считать, что вам ничего не должен. Он будет считать, что вам выпала честь дать ему то, что ему было необходимо. И вот здесь в этом плане, смотрите, когда женщина начинает отдавать предпочитание этим цветам, это, знаете, как молодая особа, которая стремится в бежевом цвете к неге, к комфорту, к уюту, к максимальным таким, знаете, как тепличным условиям, условиям существования. Она максимально хочет, чтобы о ней заботились, о ней, знаете, как пеклись, чтобы создавали ей максимальное условие all inclusive. А теперь добавляется параллельно программа голубого цвета. Голубой цвет показывает о том, что я уникальна, я исключительно, и я вам ничего за это не должна. Вдумайтесь теперь очень красивую картинку. Именно посмотрите на нее глазами того мужчину, мужчины, который ухаживает за такой женщиной. Он создает ей максимальное условие all inclusive, и при этом она ему показывает, что она королева, и она ему ничего не должна. Мужчина, который начинает обслуживать, скажем так, женщину в такой коммуникации, он в какой-то мере постоянно остается обделенный. Это, знаете, как условно вы воспитали ребенка такого, то есть максимально эгоистичного, привыкшего к тому, что вы ему создаете комфорт, и при этом, кстати, он вытирает об вас ноги. Он в прямом смысле слова вам показывает о том, что ты для меня не авторитет, ты для меня никто. Думайтесь, папе, который воспитал такого ребенка, выпадает максимальное, скажем так, безразличие и демонстрация того, что тебе выпала честь создать мне вот такие вот условия. Я как-то проводил мастер-класс, и одна девочка дала обратную связь, она психолог, она говорит, то, что я наблюдал за такими людьми, за женщинами, они очень часто меняют партнеров. И меняет именно партнеров, я дал свою версию из-за того, что на определенном этапе мужчина устает. Но когда еще родитель воспитывает ребенка, понятно, нужно очень сильно любить, любить в негативном смысле, знаете, как задабривая его и выращивая максимального вот такого эгоиста. А в данном случае девочка изначально позиционирует себя вот в такой модели. Она видная, она привлекательная, она в какой-то мере максимально уже понимает, чего она стоит, чего она значит, что на нее мужчина включается, чего она хочет и все остальное. Но при этом мужчина, ухаживая за ней, создавая ей all-inclusion на определенном этапе, остается, знаете, в какой-то мере как обессиленным, обесточенным. Он не получает в данном случае от нее обратной связи с точки зрения, как взаимообмена энергиями. Голубой цвет берет тогда, когда ему нужно и в ответ большой шиш, а бежевый цвет берет все себе для того, чтобы чувствовать себя хорошо, комфортно и уютно. Поэтому современная мода на вот эти сочетания цветов, ну это тенденция в чистом виде. Девочки в какой-то мере, то есть, грубо скажу, взращиваются в модели стремления к all-inclusive, комфорту. И самое главное, то есть, особенно если у них есть какие-то, скажем так, определенная смазливость, определенная привлекательность, определенная сексуальность, красота, все, они начинают максимально этим стремиться к вот тому бежевому состоянию. Но минус, поняли какой? На определенном этапе мужчина, недополучая взаимообмена, пойдет обессиленным дальше, а ей придется искать новый объект, который на нее включится, для того, чтобы пытаться ей обеспечить вот этот all-inclusive. Вот такой замкнутый круг. Для того, чтобы в нем очень долго пребывать и в какой-то мере туда вкачивать энергию, это нужно очень-очень-очень сильно запасть и очень сильно, в какой-то мере, назову это слово, любить. Больше даже, наверное, подходит слово страдать. Поэтому в данном случае вот такая картинка, такая информация. Пишите комментарии, подписывайтесь. Будут вопросы, я отвечу. Если будут какие-то интересные темы, можете задавать. Будем потихонечку их обсуждать. Все, всем пока!